В эфире информационно-аналитическая программа Праздничная колонна прошлась по улице Смедовича и завершила шествие на главной площади города Маратсей. Перед жителями города выступили представители трудовых коллективов, политических партий и органов власти. Творческие номера к празднику подготовили местные ансамбли художественной самодеятельности. Валентина Чибичек тоже прошла в праздничной колонне. Традиционно первый день самого весеннего месяца в округе встречают на Наринмарском Арбате. В этом году он объединил больше 2000 горожан, трудовые коллективы, общественные организации и семьи. Я считаю, что этот праздник замечательный, он объединяет нас, традиции какие-то создаёт. Семейный праздник, хороший очень. Традиции отмечать 1 мая прижилась в Наринмаре ещё в советские времена. По воспоминаниям горожан, празднество проходило также в центре города. Демонстранты выходили на улицы с флагами и шествовали дружными колоннами. Впереди были нелёгкие месяцы. Уборка территории, ремонтные работы, заготовка корма, выпас скота. Поэтому совместный народный праздник перед горячей порой был весьма кстати. В этой весенней работе, всё с зимы, наверное, весной переход, тут надо всё это делать. То, да, то, что, всё. Так что тут работы много весной. После тяжёлой зимы, да, продолжительной, конечно, хочется уже солнышка, весенний скорее, лето, чтобы наступило. Отдохнуть и снова работать. А вы, наверное, на охоту есть, нет? Конечно. Да? Да. У вас весной обязательная охота? Весной обязательная охота. Уже традиция. Больше 30 лет в одно место езжу. Так что… Весеннего настроения почти двухтысячной колонии добавляли разноцветные шары, флаги и флажки. Главными цветами праздника стали цвета российского триколора – белый, синий и красный. Шариков было 450. Уже всё, вроде бы, все раздали, только на руках у людей остались. У нас уже их нет. А флажков? Ну, я не знаю, сколько их. Ух очень много. В этом году 1 мая отмечается вместе с православным праздником Светлая Пасха. Поэтому горожане поздравляли друг друга с двойным праздником. Эти праздники по жизни идут рядом друг с другом. Являются листворением пути вперёд, действительно, только на мир, только на созидание. 1 мая был и остаётся семь малых светлых надежд, взаимной поддержки и сплочённости, глубочайшего уважения к созидательному труду. В этот день мы по многолетней традиции славим ветеранов, трудовой подвиг, который заложил основы нашей сегодняшней жизни. Традиционно 1 мая говорят о проблемах, которые волнуют трудовые коллективы и организации. Губернатор округа Игорь Кошин напомнил, в решении актуальных проблем только комплексный подход даст результат. Да, сегодня непростая экономическая ситуация. Есть много рецептов, есть много сказочных персонажей, очень много об этом рассказывающих. На самом деле рецепт только один. И как говорил в прошлом столетии великий государственный российский деятель Пётр Аркадьевич Столыпин, только наша дружная, общая, основанная на взаимном уважении, объединяющая всех работа, вот единственный рецепт для всех нас, для русских. Дорогие друзья, с праздником, с 1 мая! Мы вместе! Главное, мы едины! Когда мы едины, мы непобедимы! Ура! Ура! Православный мир сегодня отмечает Светлое Христово Воскресенье, Пасху, один из самых больших христианских праздников после Рождества Спасителя. В ночь субботы на воскресенье в церквях и храмах по всей стране прошли торжественные службы, на которых освещали традиционные праздничные блюда – куличи, крашеные яйца и Пасхи. Завершилось всё крестным хоном в полночь. Жители столицы региона встретили светлый праздник в Богоявленском храме. Праздников праздники, торжество и сторжест – так православные всего мира называют Пасху. По библейскому преданию в этот день произошло чудо – Христос воскрес. В ночь на Пасху в каждом православном храме и монастыре России прошли праздничное пасхальное богослужение. Главную же службу совершили в храме Христа Спасителя в Москве. Сюда спецбортом из Иерусалима практически в полночь доставили священный огонь из храма Гроба Господня. Храм этот воздвигли на том самом месте, где был погребён и воскрес Иисус. С святого града Иерусалима к нам прибыл по традиции святой огонь, сошедший ныне в кувуклии храма Воскресения. Примите этот огонь как дар божественной благодати, принесите его в свои дома и, взирая на него, имейте перед собой великий символ огненной победы Спасителя над всяким злом и всякой неправдой. Пусть теплота этого огня согревает ваши сердца, ваши дома, ваши семьи, весь наш народ. Храни вас Господь. Праздновать Пасху по многовековой традиции начинают с субботы на воскресенье. Ровно в полночь начинается заутрення. Под звуки благовеста начинается крестный ход. Во время второй части заутренней поётся пасхальный канон и читается слово святого Иоанна Златоуста, напоминая верующим о значении Пасхи. Кто благочестив и боголюбив, тот да насладится этим прекрасным и светлым торжеством. Кто рад благоразумный, тот с радостью да войдёт в радость Господа своего. Кто потрудился постясь, да примет ныне динарий. Кто от первого часа трудился, тот должное справедливо да получит сегодня. Кто после третьего часа пришёл, с благодарением да празднует. Кто пришёл после шестого часа, достиг, нисколько не сомневается, ибо ничего не лишается. Кто замедлил до девятого часа, да приступит, нисколько не сомневаясь и ничего не боясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, и тот, да не страшится промедление. Ибо щедр владыка принимает и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час, так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и первому воздаёт достойное, и тому даёт, и этому дарует, и дела принимает, и намерения приветствует, и деяния почитает, и расположение хвалит. Итак, все войдите в радость Господа своего, и первые, и вторые получите награду. Богатые и бедные ликуйте друг с другом, воздержанные и ленивые почтите этот день. Постившиеся и не постившиеся, веселитесь сегодня, трапезообильно, насладитесь все, телец упитанный, никто да не уходит голодным. Все наслаждайтесь пиром веры, все воспримите богатство благости. Как и в Храме Христа Спасителя в Москве, в Богоявленском кафедральном соборе в Наринмаре собрались верующие, чтобы принять участие в крестном ходе. С зажжёнными свечами, иконами, крестами и хорогвиями, с пением священнослужители совершают торжественное шествие вокруг храма. Народ идёт за ними. Крестный ход – один из самых важных и торжественных моментов пасхальной службы. Верующие олицетворяют мироносец, которые пришли к гробу Господню, чтобы омыть тело Христа, но его там не оказалось. Тогда они произнесли те самые слова, которые на Пасху звучат из уст всех христиан. Верующие крестятся и под непрерывные звуки колоколов устремляются в храм, чтобы продолжить торжественную пасхальную службу. Кто-то спешит домой, чтобы поделиться радостью с близкими. С праздником! Как настроение? Воистину воскресе! Хорошее настроение праздничное. Как отмечаете Пасху? Соблюдаете традицию? Традиционно, да. Каждый год отмечаем и ждем этого праздника. Чувствуется облегчение, придешь, все очень хорошо даже. На душу-то радостно очень. На душе легко становится. Хорошее, светлое. Как празднуете Пасху? Ну еще не начали разговляться. Сегодня у верующих закончился Великий пост. После службы можно садиться за праздничный стол и начинать разговляться традиционными угощениями, пасхальными куличами и крашенными яйцами. Праздничными в православии считаются 40 дней после Пасхи. А всю первую неделю, всю первую седьмицу в храмах будут идти торжественные службы. Будут звонить все колокола, пасхальным перезвоном. Приветствую. Благую весть. В администрации региона решили облегчить жизнь беременным женщинам из отдаленных населенных пунктов округа. Для этого разработан законопроект, который дает им право бесплатного проезда на воздушном транспорте в Наринмар для прохождения обязательных дородовых обследований. Стоит сразу отметить, что такая мероподдержки существует и сегодня, но несколько в другом виде. Беременные женщины из сельской местности приезжают на обследование за свой счет и только спустя какое-то время им возвращаются деньги. Сегодня такую неудобную форму сменит гарантийные письма. Изменения в действующий закон внесут на основание обращения Неницкой окружной больницы. Кому как не врачам знать, насколько важно своевременное обследование для здоровья беременной женщины и ее будущего ребенка. В соответствии с действующим законодательством, они должны трижды за время беременности пройти скрининговое обследование, подтвержденные скрининговые сроки, ну а также прибыть на родоразрешение в окружную больницу. Получается так, что в течение года, календарного, а точнее девяти месяцев, женщина должна четырежды провести затраты, связанные с перелетом. Очень часто не хватает времени, того периода времени, что между скрининговыми сроками, чтобы она получила деньги за фактически понесенные предыдущие расходы. Таким образом, женщины, не имея финансовой возможности приобрести авиабилеты, попросту пропускают важное обследование. Изменения, которые администрация региона вносит в действующий закон, облегчат жизнь будущим мамам. Жительницы сел не имеют возможности приехать на подготовительные, так скажем, мероприятия. И получается, что только после авиации мы вывозим уже непосредственно на роды. Поэтому этот данный вопрос и жители поднимают периодически, особенно наше сельско-населенное место. Сейчас мы эту проблему данными изменениями решаем. Изменения предусматривают введение системы выдачи гарантийных писем. Документ будет выдавать беременной женщине медицинское учреждение, расположенное в сельском населенном пункте. Будут проведены конкурсные процедуры, определена организация перевозчик. Потом медицинская организация будет выдавать карантинное письмо. С этим письмом женщина будет обращаться непосредственно в организацию перевозчик. Будет получать билет бесплатный. По мнению специалистов, такая мера поддержки положительным образом скажется на посещаемости сельскими жительницами до родовых скринингов. Профилактических осмотров, от которых очень часто зависит здоровье матерей и их детей. Документ одобрили на заседании администрации. В ближайшее время он будет вынесен на рассмотрение окружных парламентариев. Предполагается, что эта норма закона начнет действовать с 1 января 2017 года. Острые углы здравоохранения, качество и доступность медицинских услуг, деятельность фельдшерско-акушерских пунктов, обеспеченность населения лекарствами, соблюдение законодательства при ценообразовании на лекарства. Эти вопросы обсудили на круглом столе представители Департамента здравоохранения, окружной больницы и общественного совета. Инициатором встречи выступила прокуратура Неницкого округа. Вопросов для обсуждения накопилось много. Один из них касался перехода на систему обязательного медицинского страхования. В систему ОМС наш округ переходит последний из субъектов Российской Федерации. Система обязательного медицинского страхования подразумевает, что медицинские организации будут получать финансирование не просто по факту своего существования, а за лечение, именно за лечение конкретных пациентов и за качественное лечение конкретных пациентов. Что подразумевает, безусловно, более серьезные требования к медицинским работникам. Качеству медицинских услуг, по словам Олега Зайцева, сейчас придается особое значение. Выявление на ранней стадии болезни – одна из главных задач врачебного сообщества. Это особенно важно для онкологических больных. В том случае, когда онкологическое заболевание у нас выявляется на поздней стадии, мы теперь разбираем каждый такой случай конкретно с учетом истории болезни амбулаторной карты. Это работает тоже впервые в этом году на ЧИКО. Точно так же, как мы недавно планировали и провели такой же разбор по заболеваниям сердечно-сосудистой системы, когда пациенты, допустим, умирали от инфаркта. Болезни сердечно-сосудистой системы – еще одна больная тема. По данным Департамента здравоохранения НАУ, в структуре причин смертности за 2015 год первое место занимает болезни системы кровообращения. Они составляют 48%. Далее идет смертность по причине внешнего воздействия – 20%. И третье место – 19% – составляют злокачественные новообразования. По словам главного врача Неницкой окружной больницы Андрея Дедова, кроме своевременного поставленного диагноза и комплексного лечения, необходимо и дальнейшее наблюдение пациентов. Люди выжили, смертность высокая. А каким образом мы проводим реабилитацию этих пациентов? Это следующее направление, на котором нам нужно будет делать акценты так или иначе. Потому что основная задача здравоохранения – это не только снизить смертность. Делать акценты будут и на контроль за качеством. В Неницкой окружной больнице уже введена должность заместителя главного врача, который будет отвечать за это направление. Из Архангельского Северного медицинского университета ждут на работу в окружную больницу, лаборатории ФАП и врачей различных специальностей. Департамент здравоохранения активно работает над решением проблем кадрового дефицита. 16 студентов, которые заканчивают университет в этом году, готовы приехать на работу в Неницкий округ. Новую систему оплаты труда для педагогических работников обсудили на совещании с руководителями и трудовыми коллективами бюджетных организаций. Основной принцип новой системы – разделение заработной платы работника на две части. На гарантированную, которая выплачивается работнику за исполнение должностных обязанностей, и на стимулирующую часть, размер которой зависит от того, насколько качественно и эффективно работал сотрудник. Елена Семеновича разобралась в тонкостях новой системы оплаты труда. В конце 2015 года были утверждены единые рекомендации по вопросу установления системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. Российская трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений своим решением определила единые подходы к формированию заработной платы, в том числе и для сотрудников в сфере образования. В указанном документе отмечено, что при определении объема финансирования бюджетных учреждений местными или региональными властями, а также при разработке нормативных документов, чиновниками должны учитываться единые рекомендации. Сейчас мы пригласили всех к активному обсуждению, если что-то где-то еще не учли, чтобы все пожелания трудовых коллективов, руководителей учесть и данный нормативный акт устроил всех, чтобы никто не пострадал. Особенно мы понимаем, что педагоги у нас те категории, которые попадают под указы президента, поэтому мы должны особо пристальное внимание обратить как раз на эти позиции. В единых рекомендациях указано, что в 2016 году должен быть обеспечен уровень заработной платы бюджетников в размере не ниже, чем в 2015 году. Кроме того, при формировании системы оплаты труда необходимо учитывать и минимальный размер оплаты труда. С начала 2016 года он составил 6204 рубля. Трудовым законодательством установлено правило, согласно которому сотрудник не может получать зарплату меньше минимального размера оплаты труда, если он выполнил свою норму труда или отработал норму рабочего времени. Система оплат труда никак не коснется работников в уменьшенную сторону, так как мы придерживаемся майского указа 597-го президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, где конкретно говорится, что до 2018 года она не должна быть уменьшена. И поэтому мы сейчас прорабатываем вопросы, чтобы это никак не коснулось основного нашего персонала, чтобы наши сотрудники также получали зарплату не в уменьшенную сторону, а как положено. Новая зарплата, то есть рассчитанная по новой системе оплаты труда, предполагает, что соотношение основного оклада и стимулирующих выплат должна составлять 60 на 40, где 60% зарплаты сотрудника будет составлять основной гарантированный оклад, а 40% – стимулирующие выплаты. Если первая часть является фиксированной, то размер второй будет изменяться в зависимости от качества работы учителя. Стимулирующие выплаты складываются из нескольких подгрупп. Выплаты за выслугу лет, то есть стажевые, надбавки за звание, заслуженный учитель Российской Федерации, кандидат педагогических наук и так далее, выплаты для распределения в коллективе. В свою очередь эти деньги также будут поделены на две части. 80% пойдет на надбавки за интенсивность, качество и результативность выполненной работы, а 20% – на разнообразные премии. Мы разрабатываем единые методические рекомендации для руководителей всех образовательных учреждений, для того, чтобы они могли оценивать уже своих работников внутри. То есть критерии оценки по стимулирующим выплатам, в зависимости от качества работы. То есть эти методические рекомендации мы также будем направлять трудовые коллективы для обсуждения, и я думаю, что они также параллельно будут приняты. Эти рекомендации будут разработаны таким образом, чтобы руководитель распределял их не в одностороннем порядке. В каждом трудовом коллективе должен быть создан коллегиальный орган, который в соответствии с этими критериями будет рассматривать и утверждать стимулирующие надбавки. На данный момент они находятся на стадии разработки. Новая система в первую очередь направлена на то, чтобы педагог мог оценить себя в целом. Она устроена так, чтобы человек за качество своей работы получал достойную заработную плату. Многие педагоги законно сомневаются, что новая система оплаты труда повлияет на уровень заработной платы в меньшую сторону. Но представители власти успокаивают. Эта цель никогда не ставилась, и этого, я думаю, что у нас не будет с вами. По новой системе оплаты труда на данный момент в округе работает 31 школа, 21 детский сад и 3 учреждения дополнительного образования. Дополнительно влилось 6 школ, 11 детских садов, 7 учреждений дополнительного образования и 3 учреждения профессионального образования. В рамках реализации 95 окружного закона все учреждения в сфере образования перешли из-за полярного района и города в ведение округа. Поэтому единая система оплаты труда затронет всех в равной степени. На этом у меня все. Это была программа «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменалась прошедшая неделя. Берегите себя и своих близких. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова